Здравствуйте! В ближайшие 20 минут я и мои коллеги расскажем вам о самых заметных событиях этого дня. В эфире новости телекомпании ТВИН в студии Татьяна Зайцева и вот некоторые темы этого выпуска. Жертвы дорожных войн. Конец минувшей и начало новой недели отметились резким всплеском травматизма на дорогах города. Лезли за солеными огурцами, а нашли дорогую зимнюю резину. История о том, как наряд отдела вне ведомственной охраны не дал злоумышленникам скрыться с места преступления. Адмирал угостил сухарем. В очередном домашнем матчах хоккеисты Магнитогорского металлурга проиграли дальневосточникам со счетом 0-2. А начнем мы наш выпуск с темы безопасности дорожного движения. В эту среду в Магнитогорске проходило рейдовое мероприятие ГИБДД, призванное обратить внимание всех участников дорожного движения на безопасность пешеходов. С 8 до 10 утра 11 экипажей ДПС патрулировали места близ пешеходных переходов на наиболее оживленных дорогах города. Разумеется, когда неподалеку от пешеходного перехода стоит автомобиль ГИБДД, проезжающие мимо водители становятся чрезвычайно вежливыми и пропускают пешехода, лишь только он вступил на зебру. Но как только полицейские покинут место своего наблюдения, все вернется на круги своя. И давать преимущество в движении пешеходу будут двое из троих. Кто-то не пропустит из личных убеждений, кто-то по глупости, кто-то по незнанию правил. Еще не все водители знают о том, что вступили в законную силу изменения в правила дорожного движения, которые требуют от водителей обязательной остановки перед пешеходным переходом, если попутные транспортные средства перед этим пешеходным переходом остановились. То есть два, если автомобили остановились, третий продолжает движение. Пешеход-то надеется на то, что его все пропускают. В результате наезды по-прежнему совершаются. И совершаются они в большом количестве. Поэтому пешеходам можно разве что посоветовать переходить дорогу с поправкой на тех, для кого уступить другому участнику дорожного движения признак слабости, дурной тон. В Челябинской области зарегистрировано более 900 дорожно-транспортных происшествий. В сравнении с прошлым годом количество наездов на пешеходов сокращается, но при этом увеличивается тяжесть последствий. То есть количество погибших в результате дорожных аварий больше. Таким образом, пешеходов в прошлом году на дорогах города погибли 4 человека, в этом году уже 9. К сожалению, грешат пренебрежением к правилам и сами пешеходы. Переходят дорогу, где попало, линясь пройти пару десятков метров до ближайшей зебры. Например, напротив 8-й детской поликлиники переход дороги в неустановленном месте – печальная тенденция. Пешеходов не пугает даже свисток полицейского. К сожалению, иногда таких нарушителей останавливают лишь колеса наехавшего на них авто. Татьяна Зайцева, Алексей Гондаренко, телекомпания «ТВН». И в продолжение темы. Конец минувший и начало этой недели отметились резким всплеском травматизма на дорогах. В ДТП пострадали как взрослые, так и совсем юные участники дорожного движения. Станислав Юдин разбирался в источниках аварийности. Минувшие выходные и первые дни наступившей недели подлили огняв и без того напряженную ситуацию с дорожным травматизмом. Из 70 случившихся с 19 по 21 сентября ДТП в 5 пострадали люди. Водитель 18 лет пытался скрыться от сотрудников госавтоинспекции, не выполнил требования об остановке. В пути следования не справился с управлением, совершил наезд на дерево. В результате получил травму сам, не имея права на управление. Ну, естественно, в этом возрасте никогда он права на управление не имел. И 17-летняя девочка также получила травму в качестве пассажиров. Последствия оказались тяжелыми. Все пострадавшие находятся в отделении реанимации. Состояние пациентов остается тяжелое. Нуждаются в лечении в условиях отделения реанимации. К сожалению, не избежали травм и юные участники дорожного движения. За минувшие трое суток в нашем городе зарегистрировано 5 аварий с пострадавшими детьми. В сентябре этого года третьеклассница Юлия Куликова записалась в кружок уличных танцев Провобережного центра развития детей. Ее путь из дома на занятия лежит через оживленный отрезок улицы Завинягина напротив 8-й детской поликлиники. В очередной раз, подойдя к переходу, Юля подождала, когда перед ней остановятся машины. Но только девочка ступила на зебру, как вдруг... Две машины, две полосы стояло, а этот, видимо, не захотел подождать и рванул. В результате наезда автомобиля марки Джили, ребенок с гематомой лица, ушибом носа, раной губы и ушибом коленного сустава был доставлен в больницу. Я не ожидала, что меня сберет. Я его не видела, переходила, а когда мне осталось перейти, он меня сбил. 60-летний водитель с места происшествия поспешил скрыться, но вскоре был найден. Теперь его ожидает наказание не только за наезд на пешехода, но и за оставление места ДТП. Водители транспортных средств по-прежнему не хотят согласиться с тем, что требования для них существуют однозначные в правилах дорожного движения. То есть, если транспортные средства в том потоке и в том направлении, в котором они находятся в непосредственной близости от пешеходного перехода, снизили скорость или остановились, то все водители в этом транспортном потоке обязаны остановиться. Станислав Юлин, Алексей Гондаренко и Вячеслав Гусев, телекомпания ТВИ. Лезли за солеными огурцами, а нашли дорогую зимнюю резину. Четыре колеса от автомобиля Пежо стоимостью 60 тысяч рублей чуть не стали добычей двух мелких воришек. Решив поживиться, они забрались в гараж одного из гаражно-строительных кооперативов Ленинского района. Однако наряд отдела вневедомственной охраны, патрулирующей поблизости улицы города, не дал злоумышленникам скрыться с места преступления. Гараж 76-летний Анатолий Александрович Царев держит уже более 20 лет. Сделанный из толстого листа железа с надежными замками, он всегда считался неприступной крепостью. Поэтому новость о том, что его обворовали, стала для пожилого человека большую неожиданностью. Это колеса не мои. Мое одно, у меня раньше была Жигули, но я ее внуку отдал, ездить уже не могу, внуку отдал, а там остались колеса. Вот они одно мое прихватили. А эти четыре, шипованные зимние, дочери, они очень дорогие, там диски, все. А она как узнала, что это самое, колеса забрали, чуть в обморок не упало. Однако поживиться награбленным преступникам не удалось. Мы несли дежурство по охране общественного порядка и заметили двух граждан, которые перекатывали колеса через мостовой проезд один. Это было примерно в третьем часу ночи. Мы попросили остановиться, поинтересовались, откуда колеса, на что они не могли внятно ответить на этот вопрос. Но заговорить все же пришлось. Преступники рассказали, что схрон краденого устроили в кустах на другой стороне дороги, где и были обнаружены еще три колеса. Злоумышленниками оказались двое ранее судимых мужчин 20 и 25 лет, которые рассказали, что залезть в гараж Царевых смогли без всяких подручных инструментов. У гаража половина стены и кирпичная кладка. Выбрали в ночное время суток безлюдное место. То есть вот здесь, если сверху спуститься вниз, не видно никого. Разобрали кирпичную кладку, залезли в гараж и вытащили эти колеса. Автокран падал и прямо на угол на мой гараж. Но там, видно, кладку повредил. Дорогущую резину Царевым пообещали вернуть после окончания следствия. А вот украденные из гаража варенье и соленья по горячим следам найдены так и не были. Видимо, расстаться с баночкой соленых огурцов злоумышленники не смогли даже под страхом тюрьмы. Большое спасибо полиции за то, что нашли, задержали и вернут колеса эти. Это большой ущерб. Это 60 тысяч, не рубль. Для семьи это большой убыток. Большое спасибо. Татьяна Артеменко, Алексей Гондаренко, телекомпания ТВИН. Продолжаем программу. Затраты Магнитогорского металлургического комбината на природоохранную деятельность с января по июнь 2015 года составили 280 миллионов 600 тысяч рублей, включая затраты на капитальное строительство природоохранных объектов. Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за 6 месяцев 2015 года по отношению к 6 месяцам 2014 года уменьшились на 5268,6 тонны. Удельные выбросы сократились на 5%. Валовые сбросы загрязняющих веществ в водные объекты за первое полугодие 2015 года в сравнении с 6 месяцами 2014 года уменьшились на 2325,56 тонны. Удельные сбросы загрязняющих веществ сократились на 6,1% по отношению к показателям за аналогичный период прошлого года. В первом полугодии текущего года в ОАО ММК переработано более 6 миллионов тонн металлургических шлаков, из которых получено свыше 460 тысяч тонн металлической части, возвращенной в производство более 4 миллионов 700 тысяч тонн отходов и шлаков использовано для рекультивации отработанных карьеров горы Магнитной. Необходимо отметить, что в нынешнем году ОАО ММК стал лауреатом конкурса 100 лучших организаций России «Экология и экологический менеджмент-2015», сообщает Управление информации и общественных связей ОАО ММК. К другим темам. В налоговой инспекции от Женикидзевского района прошла пресс-конференция, на которой рассказали об изменениях в налоговом законодательстве, в соответствии с которыми имущественные налоги нужно будет уплатить до 1 октября. Все три имущественных налога, а именно налог на имущество физических лиц, семейный и транспортный налог, подлежат уплате не позднее 1 октября текущего года. В 2015 году налоговые органы направили гражданам уведомления по новой форме, в которой отражены все их объекты налогообложения. Всего в 2015 году было направлено 160 тысяч уведомлений, а вот собираемость пока оставляет желать лучшего. Остается уже буквально несколько дней до 1 октября, а собираемость имущественных налогов у нас на сегодняшний день составляет 38%. То есть сумма уплаченных налогов 148 миллионов рублей. Если же налогоплательщик не получил уведомлений или не согласен с отраженными в нем объектами, ему необходимо обратиться в налоговую или написать сообщение через личный кабинет. В Магнитогорске продолжается противогриппозная прививочная кампания. За счет средств федерального бюджета в город поступила вакцина «Гриппол плюс», содержащая антигены наиболее распространенных вирусов гриппа. Первыми были привиты воспитанники детских садов и учащиеся школ. На этой неделе в связи с поступлением в город новой партии вакцины дошла очередь и до взрослых. Только по официальной статистике в прошлом году острыми респираторно-вирусными инфекциями и гриппом в городе переболело более сотни тысяч человек. Заболеваемость превысила порог в несколько раз. В связи с этим в течение этой прививочной кампании в Магнитогорск должно поступить 112 тысяч вакцин «Гриппол» и «Гриппол плюс», содержащих антигены самых распространенных штаммов вирусом. Бесплатно по графику прививают детей, школьников и детсадовцев, а также взрослых из группы риска, работников образования, здравоохранения, людей с хроническими заболеваниями легких и эндокринной системы. Впрочем, защитить себя от болезни может любой. Вакцина продается во всех аптеках. Единственное условие – у человека не должно быть аллергии на куриный белок и первых признаков простуды. Уже через 2-3 недели после прививки вырабатывается иммунитет на 6, 8, а то и 12 месяцев. Все зависит от организма. Уже не первый год мы прививаем этой вакцины. Неплохо она себя зарекомендовала. По крайней мере, ни одного случая осложнения после применения данных вакцин у нас не было. О новостях спорта через несколько секунд. Второе сухое поражение за неделю потерпел магнитогорский металлург. Одним из главных героев встречи стал вратарь адмирала, воспитанник школы магнитки Игорь Бабков. Тема продолжит наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. Глядя на состав дальневосточной команды, то и дело находишь знакомые магнитогорцам имена. В воротах Игорь Бабков, вернувшийся в Россию после нескольких лет, проведенных за океаном. В поле еще несколько выпускников школы металлурга. Константин Макаров, Максим Мамин, Дмитрий Союзтов, Михаил Фисенко. А на скамейке, за спинами игроков, легендарный нападающий Равиль Гусманов. Крепкий, хотя и не звездный коллектив, наглядно показал хозяевам, как можно терпеливо дожидаться своих шансов и самоотверженно бороться на любом участке площадки. Уже в стартовом периоде магнитогорцы трижды поиграли в большинстве, но ничего убедительного не продемонстрировали. Надо где-то попроще играть, без лишней академии. Черновую работу побольше сейчас делал, сбросать, бросать. Так нормально все будет. Забьем, нормально все будет. Адмирал играет в шесть защитников. Этот фактор как-то скажется на пользу металлурга в концовке. Конечно скажется, если начнем давить, забрасывать туда, давить, играть в тело, все скажется. Изменить свою игру должным образом хозяева так и не сумели. В этот вечер они получили семь попыток реализовать численный перевес. Больше минуты играли в пятером против троих, однако показали только невероятную расточительность. А вот гости готовы были зацепиться за любую возможность, и на 35-й минуте она им предоставилась. Кирилл Воронин и Егор Яковлев после ошибки Ярослава Хабарова в средней зоне убежали вдвоем против одного защитника и не оставили шансов Вазилию Кошечкину. Самодача очень большая была у ребят, очень заряженность. Выстрелились с таким трудным соперником, как в меньшинстве. Мастера очень, конечно, хорошие. Втроем, в четвером. Это залог, конечно, успеха был сегодня. Ну и, конечно, игра вратаря. Кошечкин, как мог, сохранял интригу, отразив 35 бросков, но его партнеры так и не забили, причем уже во второй раз за неделю. Окончательный счет, поразив пустые ворота, установил Никлас Бергфорс. А Игорь Бабков впервые после возвращения в Россию отыграл на ноль, и сделал это именно против родного клуба. У него и мотивация, я думаю, очень хорошая была сегодня. И он, несмотря на какие-то матчи проигрышные, я думаю, он все равно показывал хороший хоккей. И сегодня доказал это. Впереди у мультогодцев выездная серия, которая начнется в понедельник, 28 сентября, матчем против подмосковного Витязя. Продолжается телекомпания ТВИН. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. О новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое, вы найдете на нашем сайте tvdfisin.ru. Впереди вас ждут полезная и коммерческая информация, а также прогноз погоды на 24 сентября. Всего вам доброго и до встречи. По данным интернет-портала rp5.ru, завтра, 24 сентября, в городе ожидается облачная погода с прояснениями, ливневый дождь, утром туман, ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду, температуру воздуха ночью от плюс 13 до плюс 10 градусов, днем от 20 до 23 градусов тепла.